перевал дятлова правда и ложь под заголовок серии версия версия это не как было но как могло быть чтобы приблизиться к пониманию трагедии 1959 года нужно вернуться на год а раньше августовский поход по алтаю 1958 года проходил под руководством дятлова состав группы был таков дятлов бартоломей слободин тибо юдин седов три губов хализов чубарев чунин в дневнике похода подробно применительно к прочим дням за 14 августа когда туристы были в окрестностях горы белухи сказано кратко дневка весь день отдыхали гора белуха нынче популярна у эзотериков родноверов и уфологов есть у этой горы определенная аномальная слава уже задним числом бартоломей в наше время вспоминал про тот день что дескать тибо прыгал со скалы изображая христа а также на фоне той же белухи выстроил гимнастическую пирамиду из участников похода известны два снимка пирамиды и глядя на них нельзя определить на чем или на ком стоит тибо кажется что просто на воздухе а как вам фотографии летящего тибо на фоне горы белухи и нло в небе посмотрите вниз от локтя правой руки тибо а левая по отношению к зрителю на уровень несколько ниже пояса так вы увидите нло светящийся шар от него идет влево сужающиеся постепенно тающий в небе хвост и тибо не прыгает со скалы а просто завис в воздухе причем в нужном ракурсе для того чтобы быть в одном кадре с прилетающим нло стимон не слетает шляпа а шнурки кед свободно свисают к тому же в подобной позе тибо не мог не впрыгнуть в кадр не спрыгивать откуда либо без того чтобы сломать себе конечности последовательность событий могла быть только одна когда пролетал нло тибо тоже воспарил и фотограф сделал снимок иначе придется предположить что завидев нло тибо стал карабкаться на какую-то выдуманную зрителями скалу потом прыгнул с нее изображая христа при этом скала и фотограф оказались в нужном месте в нужное время чтобы нло попал в один кадр с якобы падающим со скалы типа это нелепо повторюсь последовательность событий приведшая к этому кадру могла быть только одна когда пролетал нло тибо тоже воспарил и фотограф сделал снимок тот туристический маршрут 58 года проходил через город биск примерно в то же время по алтаю уже второй поход кряду водил саша золотарев это же через биск а 1 сентября пятьдесят восьмого года и некоторое время спустя происходит следующее статье комсомольской правды за 2 марта 2017 года под заголовком перевал дятлова золотарев обещал друзьям о его походе на северный урал заговорит весь мир ученик семена золотарева александр кузнецов и его супруга ирина рассказывают о золотареве 1 сентября 1958 года продолжает ирина одноклассник моей мамы с друзьями встретили случайно на вокзале в новосибирске золотарева тот был с рюкзаком тогда же золотарев сказал ребятам а я на урал наконец-то иду в этот поход рассказывает что золотарев тогда ездил к виталию оболакову но это известный альпинист я помню прекрасно вступает в разговор александра когда осенью 1958 года золотарев приехал из сибири он весь горел предстоящим походом на северный урал он говорил ребята я жду писем и мы едем на урал мы едем договорился мы там все пробили жду сообщений когда они смогут поехать это абсолютно точные данные но он не говорил от кого ждет писем не отвечал прямо на вопросы зачем ему так надо в этот поход лишь загадочно интриговал это секрет вот вернусь я вам все расскажу услышите обо мне ребята это все перевернет мир и все будут о том говорить он шел за какой-то тайной за каким-то открытием это точно выстраивается следующая картина в бийске золотарев в живую встречается с дятловым и его друзьями там он окончательно договаривается с ними про поход на а тартен почему окончательно потому что золотарев говорил ученикам а я на урал наконец-то иду в этот поход наконец-то значит этому предшествовали некие предварительные попытки договориться о походе из бийска золотарев отправляется в новосибирск а оттуда свой город проживание где он работал учителем лермонтов где ждет писем с урала и воодушевленно пытается что-то рассказать о грядущем походе ученикам но не может обрывает себя сулит рассказать в будущем да что там рассказать это ведь перевернет весь мир все и так об этом услышат в то же время в свердловске куда более осмотрительные умеющий держать язык за зубами соратники дятлова участники группы хибина хибиновцы потихоньку начинают организацию своего похода на официальном уровне правда туристическая суть похода только прикрытие истинной цели достижение цели будет сокрыта самими дятловцами обнародованной должна была стать только цель похода после ее достижения обнародованным будет только а результат не как он был получен но какова была цель похода что должно было по словам золотарева перевернуть весь мир явно не обычный туристический поход однако дятловцы сами позаботились о том чтобы поход выглядел для внешнего наблюдателя именно как туристический что чрезвычайно затрудняет современные исследования и без того выстраиваемые на скудных данных сколько их еще сокрыто в закромах поэтому приходится строить догадки одни постепенно подтверждаются и обретают основу а другие в другие вносятся такие поправки что непонятно как теперь все соединить и подружить в самом начале исследований лежащих в основе этого документального цикла предполагалось что дятлов вел собой группу товарищей и параллельно им в той же местности действовала вторая группа соратников с целью испытать некое изобретенное игорем дятловым устройство воздействовать им на иного возможно сбить его с курса и таким образом заставить совершить вынужденную посадку поскольку на одном из поисковых снимков из так называемого альбома мохова мы усматриваем маленькое тело труп в защитном комбинезоне и шлеме ну а уж участие нло в этом деле вытекает из многочисленных свидетельств о наблюдениях за нло попавших уголовное дело и чудом сохранившихся там эта версия отличалась от версии например прокурор криминалиста льва иванова который собственно и вел дело дятловцев в 1959 году иванов выдвигал более простую версию скорее всего многое не договаривая мол дятловцы столкнулись с нло и погибли о причастности огненных шаров нло говорил и радист егор неволин пробовавший на поисковых работах от начала до конца несколько позже в нашу версию вошел йети причем вписался в нее очень логично судите сами конец 1950-х годов в советском союзе пик популярности темы снежного человека в пятьдесят восьмом экспедицию за снежным человеком снаряжает даже академия наук безуспешно впрочем а отчет они был зачитан 23 января 1959 года в день выступления в поход самих дятловцев но это совпадение мы рассудили что цель похода группы дятлова связана со снежным человеком и нл почему ну первое травмы полученные погибшими в ручье наводят на мысль что людей просто раздавил кто-то очень сильный второе есть прочная связь между нл и событиями в окрестностях от артена что отражено в уголовном деле третье есть прочная связь между нл и снежным человеком о чем свидетельствуют многочисленные данные накопленные уфологами дятловцы писали в боевом листке вечерний от артен который был найден в палатке и известен нам только по машинописной копии цитата раздел наука в последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека по последним данным снежные человеки обитают на северном урале в районе горы от артен и подумалось следующее осуществление цели похода при помощи двух групп людей дятловцев и другой группы используя некое изобретение дятлова оказать влияние на объект поиской либо запечатлеть его техническими средствами на фото кино и звукозаписывающую аппаратуру учтем обилие фотоаппаратов у дятловцев найдены среди их вещей рулон кинопленки а также создание дятловым и использование звукозаписывающей аппаратуры еще в школьные годы новое же изобретение дятлова могло быть сделано кустарным способом лично дятловым либо сообща с другими людьми теми же участниками группы хибина местом эксперимента нарочно по некой причине выбрали окрестности горы от артен и гору известную тогда как высота 1079 а ныне халат чахаль она же халат сихи в эксперименте погибло более чем девять человек это группа дятлова игорь дятлов саша золотарев саша колеватов юра дорошенко юра кривонищенко рустем слободин зина калмогорова люда дубинина николай тибо это и вторая группа имен участников которые мы не знаем но возможно составе и входили умершие в то же время студенты упи виктор никитин радиофака как и дятлов и владимир васильевич демьяненко радиофак та же группа где учился дятлов демьяненко умер от лейкемии в июне 59 года никитин кстати похоронен вместе с дятловцами с экспериментом вероятно каким-то образом был связан и летчик геннадий патрушев и возможно кто-то еще не принявший участие в походе а второй группе я много говорю на протяжении всего документального цикла доказательства существования второй группы на виду в свидетельствах поисковиков и даже на фотографиях вторая группа объясняет многое что запуталось потому что уже на документальном уровне 1959 года обе группы совместились в одну таким образом возникают противоречия которые невозможно решить если не ввести в вычисление вторую группу а значит дополнительные трупы несколько палаток вместо одной и разное время и место обнаружения трупов шестое февраля от артен конец февраля окрестности высоты 1079 отмечу что роль второй группы не вычисляется по обнародованным данным нельзя сказать каким образом она взаимодействовала с дятловцами кроме того что палатки второй группы были поставлены на от артене а затем часть второй группы была найдена среди погибших дятловцев уже близ высоты 1079 для простоты можно полагать что вторая группа была соратниками дятловцев но из имеющихся на руках данных это не выводится логически хотя очевидно что дятловцы и вторая группа не противостояли друг другу физически то есть не дрались не стрелялись и после посещения дятловцами от артена взаимодействие продолжилось уже около высоты 1079 мы не рассматриваем сейчас вопрос как члены второй группы попали на место гибели дятловцев и почему одна из девушек со второй группы найдена в ручье вместе с тибо колеватовым золотаревым при этом поблизости находится отдельно труп люди на каком-то этапе участвовала в походе еще одна сторона карлики условно будем называть их далее эльфами дивими людьми представителями чуди белоглазой или просто чудью это то участие чуди и внесло сумятицу версию нло и снежных людей вокруг трагического похода была какая-то очень сложная картина скрытая от наших глаз неведением однако ясно что снимки вроде того где тибо запечатлен летящим на фоне летящего же нло составляют часть этой картины к походу привели события начавшиеся задолго до 59 года и не зная о них приходится судить только по отрывочным а во многом осознанно искаженным участниками событий данным вот что получается 23 января 1959 года группа дятлова поездом купна с тургруппой блинова выехала из свердловска всеров 24 января 59 года рано утром прибыли всеров пересадка на и вдаль вместе с группой блинова в и вдаль добрались ночью ночевали на вокзале 25 января из и вдаль вместе с блинов цами утром автобусом едут в визжай остановка в клубе где останавливались два года назад судя по дневнику зины затем гостиница ночевка до 26 числа и разделение с группой блинова после визжая датировки в дневниках дятловцев не совпадают с датировками по внешним в отношении группе дятлова свидетельством не совпадают на определенном отрезке времени и получается что в дневниках своих дятловцы дружно скрыли один день пребывания в поселке лесорубов сорок первом квартале дневники дятловцев отдельная тема так дневник зины носит следы правки дат и был либо переписан с исправлениями феврале либо зина изначально записывала событий без дат от даты вписала в феврале дневник юдино дошедший до нас в разорванном виде без части страниц будучи полным содержал 40 страниц вместо 32 у таких же блокнотов дневников зины и люды а значит был составлен юдиным из двух одинаковых тетрадей после чего часть страниц была им изъята а часть пустых вставленных заполнена описанием событий похода уже задним числом после ухода юдино от дятловцев далее даты похода я привожу по внутренней хроники дятловцев по их дневникам 26 января 59 года группа дятлова на грузовой машине едет в сорок первый поселок где работают просто рабочие не заключенные а вербованные ночевка в комнатушке шофера по дневнику зины либо остановились в бараке где живут ребята по дневнику люды зина людо и слободин но совсем немного записывают в дневниках мансийские слова с 26 числа начинаются противоречия в дневниках дятловцев и свидетельствах дряхлых ряжнева и дедушки славы относительно пребывания дятловцев сорок первом поселке подробнее об этом смотрите в серии отставание от графика если кратко то главное лицо в поселке лесорубов аряжнев и командированные туда дряхлых единодушны в том что дятловцы ушли из поселка 28 числа на северный 2 а дедушка слава вернулся 29 числа оттуда северного 2 проводив дятловцев и вероятнее всего ночевали дятловцы на сорок первом участке в поселке лесорубов две ночи по дневникам дятловцев же выходит что ночевали они только одну ночь 26 на 27 и 27 января они 28 по показаниям тех кто был тогда в поселке ребята вышли с дедушкой славой которому было по пути на северный 2 лошадь дедушки славы везет рюкзаки ребят они шагают на легке по реке лозви ближе к ночи приходят в северный 2 2 северный это заброшенное селение здесь совсем никто не живет а какие красивые места дневник зины между тем находят для ночевки избу рядом с прорубью на лозви значит кто-то был северным 2 незадолго до их прихода 28 по дневниковой хроники января 1959 года но предположим тут вероятную встречу с представителями второй группы и со стороны дятлова во встрече участвуют юдин тибо и дорошенко встреча возможно в сараях неподалеку к западу от северного 2 юдин уходит из северного 2 после отсылки дедушки славы 41 участок и после того как сами дятловцы покинули поселок ибо на снимках прощания дятловцев с юдиным дятловцы уже стоят на лыжах с рюкзаками за плечами а затем кривонищенко на последнем кадре своей первой по счету пленки запечатлевает юдина стоящим возле жилой избы хрестоматийно известно что юдин возвращался на большую землю в том числе чтобы сообщить перенос контрольных сроков поход должен был затянуться на три дня по 15 февраля но предположим юдин был отправлен сообщить в некие органы о высылке вертолета для эвакуации дятловцев в определенное время и определенное место для эвакуации дятловцев победителей которые ждали бы вертолет имея на руках некий положительный не туристический результат своей экспедиции то что должно было перевернуть весь мир вместо них и притом живых на а тартене не на высоте 1079 эвакуаторы 6 февраля нашли мертвых членов второй группы которых тогда приняли за дятловцев и возбудили по этому поводу уголовное дело а в конце февраля уже в окрестностях противоположной высоты 1079 были найдены настоящие дятловцы и с того времени вторую группу старались документально скрыть именно на оторванном от цивилизации северным 2 почему-то решились сроки и вероятно дальнейший маршрут дятловцев и группа дятлова идет дальше по лозви но теперь идти тяжело после обеда сделали всего один переход и на привал встали пишет зина возможно потому что в рюкзаках кроме прочего какое-то оборудование где-то начиная с этого участка пути либо уже после того как дятловцы свернули на приток лозь вы речку ауспию к ним вышел из лесу на маленьких лыжах с маленькими лыжными палками представитель чуде белоглазый вот походный снимок сделанный самими дятловцами он относится к одной из неизвестных полностью пленок на этом снимке построенному по принципу золотого сечения зина предлагает сахар кому-то кто находится слева вне кадра слева сидит фигура явно обычного роста однако за ней мы видим две воткнутые в землю маленькие лыжные палки ближний из которых касается правая лыжа зины соотнеся длину лыжи и этой палки а также сравнив длину последней с лыжными палками самой зины на переднем плане можем судить что лыжные палки принадлежат владельцу очень маленького роста примерно как ребенок эти палки не просто короткие ночи и тонкие учитывая что зина предлагает сахар кому-то ниже стоящему и что в той же стороне находятся маленькие лыжные палки можно заключить что первое зина предлагает сахар эльфу дивимы человеку чудину представители чуди белоглазые второе лыжные палки принадлежат чудину третье снимок сделан так нарочно чтобы не показывать чудина по договоренности с ним зина подошла в кадр справа налево остановилась у сидящей к нам спиной фигуры бросила свои рукавицы на свою левую лыжу и после этого предложила сахар идет ли этот чудин затем вместе с дятловцами или нет не ясно возможно мертвое тело именно этого же чудина будет частично видно на снимке относящемуся уже к поисковым работам смотрите серию чья гетеро но рассмотрим еще одну часть снимка справа от маленькой лыжные палки между нею и кривонищенко стоит прислоненный справа другим вещам огромный сапог с голенищем выше колена отмечено красным это голенище почему-то смята влево и сохраняет такую смятую форму слева от него видна подошва часть ее кроме пятки отмечено синим другого такого же сапога размер этой обуви явно велик для присутствующих в кадре продолжим по датам из дневников дятловцев кратко следовать дням похода 29 января 1959 года дятловцы сворачивают с лозьбы на ауспию вдоль мансийской тропы еще виден след проехавших манси день рождения кривонищенко 30 января 59 года холодает идут по ауспии согласно рукописному дневнику люды мансийская тропа закончилась 31 января идут дальше уже по лыжному следу от прошедшего недавно манси почему-то важно идти по этому следу след постепенно отклоняется от ауспии под гору подъем непрерывный но довольно плавный и вот кончились ели пошел редкий березняк мы вышли на границу леса написано в общем дневнике ветер наст негде устроить лабаз четыре часа дня надо искать место для ночлега спускается к югу в долину ауспии ставят палатку восстановить ход дальнейших событий крайне трудно и возможно лишь отрывочно 1 2 февраля над окрестностями от артена две другие туристические группы издалека наблюдают некую аномальщину связанную с нло сопоставляя походные дневники и расписаны по дням маршрут похода уголовное дело лиц 202 можно однозначно прийти к выводу что 1 числа дятловцы таки побывали на от артене об этом свидетельствует и боевой листок там же на от артене находились и палатки второй группы 2 февраля вопреки общепринятому мнению дятловцы были живы они вернулись от артена окрестности высоты 1079 и спустились там за перевал в верховье ауспии где вместе лабаза разбили лагерь под вечер 2 числа они отмечали день рождения саша золотарева подарили ему мандарин золотарев поделив его на дольки раздал ребятам в уголовное дело включена машинописная копия документа на двух страницах озаглавленная как копия дневника участницы похода за калмагоровой однако известен в рукописный подлинник дневника калмагоровой с иным содержанием значит дневник приобщенный к уголовному делу не принадлежит перу калмагоровой этот дневник неизвестного перепечатан набило на двух страницах и занимает листы 29 и 30 уголовного дела замечу что при перепечатке возможно искажение текста по причинам неразборчивости почерка и неверной трактовки слов иная расстановка знаков припинания выпуск отдельных слов либо их перестановка замена е на йо и наоборот и так далее дневник неизвестного перепечатан так будто в нем не было ни зачеркиваний неразборчивых слов то есть вероятно при переписывании дневника при перепечатке все было приведено в порядок все непонятки были по возможности домыслены расшифрованы либо просто удалены текст второй страницы следующий за записью от 13 января гласит 2 . люда быстро отработалась села у костра коля тибо переоделся начал писать дневник закон таков пока не кончится вся работа костру не подходить и вот они долго спорили кому зашивать палатку наконец к тибо не выдержал взял иголку люда так и осталось сидеть а мы шили дыры а и было так много что работа хватало на всех за исключением двух дежурных и люды ребята страшно возмущены сегодня день рождения сашек колеватова поздравляем дарим мандарин который он тут же делит на 8 частей люда ушла в палатку и больше не выходила до конца ужина в общем еще один день нашего похода прошел благополучно че дни рождения могли отмечать дятловцы во время похода упорядочим дни рождения ребят по числу и месяцу по возрастанию свободен рустам владимирович 11 января 1936 года калмогорова зинаида алексеевна 12 января 1937 года дятлов игорь алексеевич 13 января 1936 года дорошенко юрий николаевич 29 января 1938 года золотарев семён он же александр алексеевич второе февраля 1921 года кривонищенко георгий юрий алексеевич 7 февраля 1935 года дубинина людмила александровна 12 мая 1935 года калеватов александр сергеевич 16 ноября 1934 года как видим на дни похода у нас выпадают три именинника дорошенко золотарев кривонищенко никак не колеватов калмогорова пишет в своем дневнике за 29 января сегодня юрка именинник машинописной копии дневника неизвестного по сути вне четко указанной даты мы читаем сегодня день рождения саша калеватова но мы знаем что саша калеватов родился 16 ноября значит его день рождения праздновать в походе не могли и в записи некая ошибка какой еще саша был среди группы дятлова семён золотарев представлялся всем как саша так он был известен и дятловцам саша золотарев именно его день рождения должны были отмечать 2 февраля чей день рождения кроме дорошенко группа дятлова могла отмечать до своей гибели только саша золотарева почему саша золотарев стал в машинописной копии сашей калеватовым существует несколько вариантов в подлиннике могло быть написано неразборчиво и сокращенно саши зол а прочитали как саши кол и дописали колеватова вся фамилия целиком могла быть написано неразборчиво начало обеих фамилий похоже окончания совпадают и так на датировку этой дневниковой записи вторым февраля указывают 1 день рождения саша золотарева 2 в других дневниках не упомянуты другие именинники кроме дорошенко 29 числа но запись за второе число примечательно не только днем рождения золотарева и доказательством того что по крайней мере на вечер 2 февраля дятловцы еще живы и даже отмечают день рождения перечитаем люда быстро отработалась села у костра коля типа переоделся начал писать дневник закон таков пока не кончится вся работа костру не подходить и вот они долго спорили кому зашивать палатку наконец катя бы не выдержал взял иголку люди так и осталось сидеть а мы шили дыры их было так много что работы хватало на всех за исключением двух дежурных и люди ребята страшно возмущены сегодня день рождения саша колеватова поздравляем дарим мандарин который он тут же делит на 8 частей люда ушла в палатку и больше не выходила до конца ужина в общем еще один день нашего похода прошел благополучно а где это происходит но не на перевале дятлова не на высоте 1079 раз костер разожгли ведь возле палатки никакого костра поисковики не нашли то есть сомнительно чтобы там на ветру на склоне разжигали костер значит это верховье ауспии где потом соорудили лабаз и так на вечер 2 февраля дятловцы внизу перевала перед этим вероятно на от артене случилось нечто изрядно потрепавшие палатку и палатка уже почему-то порвано и и зашивают так порвано что зашивают все кроме дежурных и люды дежурные и люда почему-то не зашивают палатку кстати по дневниковой записи сначала можно подумать что дежурят люда стебо люда быстро отработалась села у костра коля тибо переоделся начал писать дневник закон таков пока не кончится вся работа костру не подходить и вот они долго спорили кому зашивать палатку но потом оказывается работы хватало на всех за исключением двух дежурных и люды значит люда не было дежурной вообще описанные события непонятны поскольку сначала люда и тибо спорят кому из них зашивать палатку а оказывается что палатку зашивают все кроме люды потому что очень уж много дыр палатки и события остается трактовать иначе что люди и тибо были освобождены от шитья в то время как все остальные зашивали палатку но затем кому-то одному из них либо люди либо тибо надо было присоединиться к этим шьющим всем но люда отказалась за кадром остается некое противостояние люды и всех ссора как бы ни было начертим набило такую хронику событий 1 февраля что подтверждается даты на боевом листке вечерний от артене согласно плану похода дятловцы ночуют на от артене аномальщина нло повреждение палатки 2 февраля вторая группа остается на от артене дятловцы возвращаются к перевалу латают палатку пережидают чувствуют себя в безопасности разжигают костер поскольку дело происходит уже вечером ибо ужин то снова подняться на перевал дятловцы могли только уже 3 февраля дятловцы поднимаются на перевал и ставят палатку на склоне высоты 1079 а для этого надо пройти чуть менее двух с половиной километров дятловцы преодолевают их и ставят палатку к вечеру этого 3 февраля с наступлением темноты начинаются события приведшие гибели дятловцев и тех участников второй группы которые были найдены мертвыми в окрестностях не от артена а высоты 1079 когда погибли те члены второй группы которые остались на от артене не вычисляется но очевидно что до 6 числа все что происходит после 31 января никак не отражено в известных нам документах кроме разобранной выше дневниковой записи от 2 февраля поэтому нельзя сказать когда и что именно происходило с участниками группы дятлова и 2 группы но в эти дни они пытаются осуществить некую не туристическую цель похода итогом в некоторой последовательности была гибель всех участников группы дятлова полностью или частично 2 группы нло активность продолжавшиеся и во время поисковых работ гибель небольшого существа в защитном костюме и гибель одного из эльфов травмы ребят найденных в ручье первым делом наводят на мысль что их нанесло существо обладавшие огромной физической силой которая просто давила и ломала кости другая мысль к таким травмам привело падение с высоты что приводит нас весьма близко к явлением запечатленным на снимках из августовского похода 1958 года по алтаю в частности к трем фотографиям стебо на которых он выглядит левитирующим а что если дятловцы могли летать это объяснило бы многое например как они преодолели курумники по пути к кедру или почему на обратном пути к палатке тела оказались на одной линии с фонариком на нижней каменной гряде в качестве ориентира не двигались по склону не ползли в снегу преодолевая а летели на свет фонарика затем внезапно лишились возможности лететь и упали кто упал в ручье и около него на камне разбился кто упал в снег выжил и полз дальше на фонарик пока не замерз однако это лишь предположение сначала трагических событий и по их завершение смерти участников удается вычислить некоторые части сюжета так согласно схемам масленникова зина рустем и дятлов перемещались от кедра не к палатке однако на свет фонарика оставленного на 3 каменной гряде значит фонарик другой не тот что около палатки был оставлен осознанно а дело происходило в темное время суток и на той же самой линии лежат и тела в ручье упомянутые в уголовном деле найденные близ палатки лишняя лыжа а также видимые на фотографиях лишние тела доказывают что кроме дятловцев в той же местности погибли и другие люди и существа не относящиеся к роду человеческому события развернувшиеся в начале февраля в окрестностях от артена обернулись трагедией для представителей нескольких цивилизаций не только наши а 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 Субтитры создавал DimaTorzok